Корнелю Манго. Сейчас, наверное, больше на интуиции, на больше интуиции женской. Мне кажется, что это Лена. Я понял. Пелагея, говорите вы. Я ориентируюсь, да, на свое какое-то первое впечатление, именно когда я успела, посмотрев свою, там, эту пустую карту, посмотреть на остальные быстро, да, кто что. И вот на кого у меня упал взгляд, но я вот один раз ошиблась уже, поэтому мне сложно. Ну, давайте, не знаю, почему на роман у меня не падает подозрение. Могло бы, наверное, упасть. Но как-то пока нет, пока... Тем более они, вот, если честно, я бы могла голосовать против них двоих, против Лены и против Ромы. Но так как они друг против друга тоже, в общем-то, как-то голосуют, насколько я понимаю, да, все время за него. А ты сейчас за Лену вместо Дашь. Ну, не знаю, ну, хорошо, ну, давай, Лена, прости, Лена. Ничего, я готова стать жертвой. Да, чтобы мы поняли, да, свою ошибку. Пишу, Лена. Даша Сагалова. Ой, что-то я совсем растерялась. Это ваше обычное состояние, меня не находится. Господин ведущий, я могу обратиться к группе поддержки, наверное, вот так? Мы ждали этого момента с нетерпением. Делайте это, Даша, вас слушаю. Кость, как ты думаешь, кто мафия? Я думаю, что тебе нужно голосовать за Корнелю. Спасибо. Сейчас или вообще в принципе? Сейчас, сейчас, сейчас. А второй кто? А второй, второй, знаешь, кто? Сейчас я скажу тебе, кто второй. А второй, Лена. А второй Лена. Спасибо. Даша. Еще хуже сделал, честно говоря. Ну, мы мужчины такие, а что? А, давайте так, чтобы просто отвести. Пелагея. Пелагея. Записали Пелагею. Спасибо, спасибо. Я понял. У нас появилось 7 Пелагея. Но оно ничего, собственно, образом не меняет. Потому что Пелагея у нас в голосовании не участвует. Есть люди, которые номинируются в данной ситуации. Это Лена, безусловно, и Роман. Поднимите маски те, кто считает, что игру должна покинуть Лена Янчева. Два голоса опустите. Хорошо. Поднимите маски те, кто считает, что в этом раунде игру должен покинуть Роман Лужный. Пять голосов. Спасибо, опустите маски. Большинством голосов принято решение в этом раунде игру покидает Роман Лужный. Мать, однозначно, это кто-то из игроков более опытных, чем я. Чем многие здесь присутствующие. Ну, мое подозрение на Дашу, Лену, ну и, к сожалению, наверное, Сашу. А я мирный житель. Да, он улучшил. Да, мирный житель Роман Лужный покидает нашу игру. Слушая аплодисменты в свой адрес. Мое мнение, что мафия это Корнеля, потому что она очень много в последнее время стала говорить. Правильно, ребята подметили. Ну и, конечно же, Даша. Дамы, господа, наступает ночь. Наденьте маски все. Внимание! Если вы хотите сами вычислить мафию, просто закройте глаза на время ночи. Мафия работает. Решение принято. Вот список игроков, которые остались за столом. Когда услышите нужное вам имя, дайте знать. Пелагея. Корнелия Манга. Елена Янчева. Якин Александр. Алла. Группа Горчица. Дарья Сагалова. Актриса. Спасибо, мы поняли. Наступает день. Снимите маски. Полетав, полетав по комнате, с недовольным выражением лица, смерть, наконец, остановилась у его кровати. И указала пальцем на Якина Александра. Александр, скажите, как вы считаете, от чьих рук пали? Я думаю, это Лена и Корнелия. А Даши, ты веришь? Да. Ну ладно, иди. До свидания, аплодисменты Якину Александру. Корнелия мафия, сто процентов, потому что вот за ней, когда наблюдаешь, они сразу заняли такую позицию, особняком, и на нас давили, 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 давили. Но она, мне кажется, она самая прошаренная в этом деле, поэтому она мафия. Столом остались девушки, одна лучше другой. Это и солистка группы «Горчица Алла». И актриса Дарья Сагалова, и певица Пелагея, и певица Корнелия Манго, и Елена Янчева, зрительница Муз-ТВ. Два мафия, три мирных жителей. Если в этом раунде мирный житель покидает игру, значит, игру выиграла мафия. Ну что же делать? Мафия не несет пока никаких потерь. Нет, наоборот. Мне интересно. Пелагея такая, ой, да вы что, ой, да что же делаете? Нет, 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 я, что же делать? Потому что я волнуюсь, потому что нас осталось трое. Тихо, тихо, понимаете? Трое. И это значит, сейчас игра закончится, если вдруг что-то не так будет. То есть я волнуюсь. Можно я обращусь к поддержке моей и опоре? Пелагея вызывает свою поддержку на связь. И опору. С самого начала упали подозрения на Корнелию, потому что она, ну, как бы, сразу начала атаковать, знаешь. Ну, как бы, лучше защиты нападения. Не знаю вообще, но вот так. А я мафия, я бы молчала, поверьте. А второй человек, хорошо. Второй Даша, мне кажется, простите. Даша, тебе кажется, я прямо в логике лежу? Мне кажется, тебя вот как-то не окружают, да. Я бы хотела обратиться к Семену. Семен, если ты меня слышишь, подскажи, пожалуйста. Елена, я думаю, то, что это на самом деле Корнелия. Потому что она с самого начала начала говорить то, что... Когда она мафия, она много не говорит. А сейчас она что-то разговорилась с самого начала. Мне кажется, то, что Корнелия. Семен, скажи, пожалуйста, а что ты думаешь об Алле? Об Алле? Нет, мне кажется, то, что это не Алла. Вот мне вот кажется, то, что это точно Корнелия. Спасибо. Спасибо. Даша, ты что думаешь? Поговори с нами. Я что-то вообще растерялась. Я точно знаю, что мне надо отомстить за Якина. Да? Однозначно. Ну хорошо, за Якина отомстишь. Мы просто в прошлом раунде совершили такое судьбоносное решение. Сейчас ошибаться нельзя. Я знаю, кто я такая, я знаю, что я мирная, и что я хочу выявить мафию здесь, здесь сейчас. Я знаю, что это две девушки. Наверняка. Я не знаю, кто это. Я знаю, что одна здесь сидит, а одна где-то здесь. Я знаю это на все 100%. То есть кто-то из них, кто-то из нас сидит. Они вдвоем работают, и они кто-то с этой стороны. Свой цвет я знаю, поэтому то, что я мирный игрок, я это знаю на все 100%. Вам решать, правда это или нет. Те, кто сидят там наверху, они ничего понять не могут, потому что они там наверху. И они не здесь в обстановке, они не здесь в разговоре в этом участвуют. И они не знают ни глаз, ни глаз, который видит. Они видят только то, что им показывает картинка. Вот, поэтому судить очень правильно по их там каким-то критериям тоже не очень-очень-очень понятно. Вот, вы можете меня сейчас удалить из игры, я знаю, что я буду просто еще одним мирным игроком, которого вы удалите из игры. И тогда мафия воцарится, тогда мафия будет ликовать, что она сейчас здесь осталась. Так что ваше решение, убить меня сейчас или нет. Я надеюсь, что даже было бы лучше, если бы меня ночью грохнули. Тогда бы на меня никаких не было бы опасений. Поэтому, как хотите, можете меня убить. И просто игроки мирные потеряют игру. Не знаю насчет Корнели. Меня смутило мнение моей поддержки, потому что я склонна ей доверять. Она очень такая девочка с хорошей интуицией. И может быть, как раз наоборот, оттуда виднее, чем нам сейчас. Потому что мы вообще, мне кажется, сейчас немножко запутались. И вот столько наших поражений. Они нас немножко ввели в такое заблуждение. Потому что мы реально от всех мужиков-то мирных как-то постепенно избавились. Что не очень хорошо. Насчет Аллы, мне сложно, потому что я совсем тебя прям не понимаю. Я не понимаю, что ты за человек, что ты чувствуешь. Прямо непонятно. Единственное, что меня действительно смутило. Вот вы вроде такие дружные были с Лешей. И то, что все-таки ты его так рано, если ты мафия, то ты так рано его скинула. Не знаю. Насчет Лены, я уже однажды отказалась от своего голоса. Короче, я запуталась вообще. Конец, девочки. Чего, собственно, мафия и добивалась. Да, чего мафия и добивалась, добилась. Пока все идет по их сценарию. У меня есть смутная догадка. Она может быть абсолютно абсурдной. Потому что, вот, послушайте, когда я назвала Лену, ночью грохнули не меня. Но как работает, в принципе, возможное мышление? Да, не ее, так и ее друга. Чтобы не было на меня подозрения, вот, что я вот догадалась, и меня сразу грохнули. Ну, как-то так. То есть слишком...